В зале «Вегас Сити Холл» на торжественной церемонии собралось около полутора тысяч человек. Вели мероприятие телеведущий Борис Корчевников и актриса Елизавета Арзамасова. Пятый раз подводятся итоги премии «Наши Подмосковья». Открыл торжественный вечер губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Несмотря на огромную занятость, несмотря на то, что наш дикий и подвижный мир требует огромной концентрации, вы находите большое количество времени для добрых дел. Задача руководства области, сказал губернатор, поддержать самые лучшие проекты, помогать им развиваться. Ленинский район в этом году, как всегда, активно принял участие в премии. 177 проектов представили активные жители муниципалитета. В этом году конкурс очень сильно отличается от предыдущих. Здесь нет номинаций в этом году. Есть только категории участников. Инициатива, команда, объединение, сообщество. Отличаются они от количества участников. На церемонию награждения приехали лишь некоторые из победителей Ленинского района. Татьяна Артюхина всё ещё не верит, что вошла в число лауреатов. Я представляю многодетные семьи Ленинского района. Очень хочется популяризировать многодетную семью, чтобы это стало нормой у нас в стране, а не чем-то особенным. Кино, как объединяющая сила, стало главным в проекте жительницы горок Ленинских Екатерины Ткаченко. Мой проект называется «Всё начинается с кино». И мой проект о том, как я объединила молодёжь нашего поселения горки Ленинские, о том, что мы теперь все занимаемся делом, которое нам всем нравится. Мы начали с того, что начали смотреть какие-то фильмы, обсуждать их. И в итоге сейчас мы организовываем мероприятия в нашем поселении. Есть и такие проекты, за развитием которых можно судить по участию их авторов в губернаторской премии. Так, Юрий Кушнер трижды становился участником нашего Подмосковья и трижды одерживал победу. В этом году мы показываем проект, как на этой территории ведётся культурная жизнь жителей деревни Жапкино. У нас прошло порядка 15 мероприятий. Телеканал «Видное ТВ» также в третий раз принёс району победу. На этот раз лауреатом стал проект Елены Бабиной «Отряд особого назначения», который полюбился многим зрителям телеканала. Ну вот мы достойны победы? И почему, как ты думаешь? Достойны, потому что у нас очень хорошие съёмщики и дети. Проводители этих занятий хорошие. Вы там, например. А чем хорошее, это то, что вы снимаете детей, а не взрослых. Это необычный проект. Глава Ленинского района Олег Хромов все пять лет присутствует на церемонии награждения. С проектами от Ленинского района знакомится лично и отмечает некоторые из них, как самые интересные и важные. Мне больше всего запомнились проекты, которые были связаны с историей нашего края, с сохранением его исторических ценностей. И в этом году также представлены в этой номинации. Юбилейный год существования премии «Наши Подмосковья» стал щедрым не только на интересные проекты. Размер призового фонда составил 180 миллионов рублей. А это значит, что в ближайшее время в регионе появится возможность для реализации новых важных проектов. Татьяна Брылова, Ирина Тихановская, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.